Досрочное прекращение полномочий главы Чебоксар Леонида Черкесова. Вот основной вопрос повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Ольга Пырочкина подробнее. Сталий Сочуваши остается без главы города, хоть и временно. Леонид Черкесов стал депутатом Государственной думы страны седьмого созыва. И сегодня сложил свои полномочия в качестве депутата и председателя Чебоксарского городского собрания. Действительно, наверное, самый тяжелый день для меня сегодня. Я... Волнительный день. Я сегодня говорю, что я не прощаюсь, я не ухожу. Мы вместе. Но я хочу поблагодарить всех вас. Всех тех, кто 2005-го по 2010-й, с кем мы были депутатами. Депутатами 2010-го по 2015-й год, где вместе мы работали. Ну и последний год, новый созыв уже. Я думаю, что действительно эти годы были годы становления нашего города. Это была слаженная работа депутатского корпуса и администрации города. Депутатом городского собрания Леонид Черкесов стал в 2005-м году. С 2010-го года и по сегодняшний день являлся главой города. Препятствовать коллеге, который пошел на повышение, депутаты не стали. Решение о сложении полномочий поддержали единогласно. Временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель председателя ЧГСД Ирина Клементьева. С этим решением также согласились все. Следующего главу города выберут сами депутаты из своего числа. Однако прежде чем это произойдет, возможно изменится статус этой должности. Треть депутатов выступили с инициативой. Проектом решения предлагается полномочия главы города Чебоксары осуществлять на непостоянной основе. Необходимо провести публичный слушатель, который предлагается назначить на 8 ноября 2016 года. Непостоянная основа позволит будущему главе совмещать руководство городом и какую-либо другую работу. Мы предлагаем, чтобы новый глава работал на непостоянной основе, то есть без оплаты из бюджета города Чебоксары. Это решение поддерживают не все депутаты и здесь может быть действительно есть о чем поспорить. Это решение не такое простое, но и принимается оно, скажем так, не в самое простое время для бюджета города Чебоксары. Эти деньги мы можем сэкономить для бюджета города Чебоксары и использовать их на, скажем, важные социальные нужды горожан. Лично мне, как горожанину, который живет в этом городе и который очень сильно его любит, как депутату, я считаю, что глава города должен все-таки работать на своем рабочем месте, углубляться в каждую из проблем, потому что не погрузившись в каждую из проблем, то эти вопросы невозможно будет решить. Леонид Ильич, вот мы сегодня отметили, когда, можно сказать, давали ему напутственные слова, что он работал 24 часа в сутки. Он жил проблемами города, он знал каждые маленькие заковулки в нашем городе, знал их проблемы. Он работал ежедневно и в субботу, и в воскресенье можно было его увидеть на работе. Вот, бывало и по 24 часа в сутки. Поэтому, вот как может глава города совмещать с другой работой? Высказать свое мнение все желающие смогут на публичных слушаниях. Их назначили на 8 ноября. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова